Последствия Чернобыльской аварии и ее негативное влияние на экологию Беларуси сказываются до сих пор. Практически три десятилетия места, где содержание радиации в почве велико, остаются нетронутыми. Природа здесь благоухает, однако за внешней красотой скрывается большая опасность, имя которой – радиация. Обычно сотрудники местных территориальных центров гигиены и эпидемиологии и представители лесных хозяйств с помощью СМИ рассказывают населению о том, где можно и где нельзя заниматься сбором ягод и грибов. Поэтому в капкан незнания чаще всего попадаются заезжие гости. Есть загрязненные кварталы в лесах, лесники об этом знают. И там устанавливаются специальные аншлаги, есть информация, которая выдается и лесохозяйственным объединениям, органами госсанадзора. И люди, по крайней мере, ориентируются и знают. Хуже всего, когда человек, незнакомый с этой ситуацией, проезжая мимо, бывая в командировках, где-то в гостях и так далее, может насобирать эти грибов и потом их употребить. Вот то, что вот нежелательно. За уровнем радиации даров леса постоянно наблюдают сотрудники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с производственным лесохозяйственным объединением. За летний-осенний сезон было сделано порядка 1100 проб грибов, ягод и лекарственных трав. Сотрудники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья пришли к следующим выводам. К сожалению, в 26% случаев это нестандартные пробы. Естественно, наибольшие поражены грибы, это где-то в пределах 30%, ягоды несколько меньше, это 17%. Лекарственные травы остаются чистыми на сегодняшний день. Наибольшее загрязнение представляет это территории Лунинецкого, Столинского, Пинского района. Субъектами хозяйствования области в период массового сбора даров леса заготовлено более 260 тонн ягод и около 90 тонн грибов. Однако, прежде чем лесные лакомства попадают на торговые прилавки, они проходят тщательную проверку. На рынке центральном, в народе колхозном. К этим продуктам особое требование. Делается перед этим однородность партии, потом сотрудниками лаборатории отбирается проба, измельчается, подготавливается к исследованию. Замеряем цезий 137, используем гамма-радиометры РКГ-АТ-1320А. По окончании результата, испытания, выдается результат. Попадая вместе с пищей в организм, радионуклиды создают эффект внутреннего облучения, который длится до тех пор, пока радиоактивное вещество не распадется и не будет выведено из организма. Это радиация, и опасна она тем, что вызывает длительные незаживающие язвы различных органов и провоцирует возникновение злокачественных опухолей. Поэтому врачи и эпидемиологи советуют перед употреблением в пищу грибов, ягод и лекарственных растений, собранных в незнакомых местах, провести их тщательно исследование. Тогда грибной суп или ежевичное варенье в холодные зимние вечера подарят только незабываемые приятные эмоции.